Андрію, кого из твоих підопічних мы побачимо зараз? И как взагалі справи? Вы знаете, я тоже очень люблю мою команду. Ну, одна кто? Участницу. Господи за слова. Вы знаете, очень редко такое сочетание, когда человек обаятельный и поет приятно. Вот у нее очень приятный тембр. И сейчас на сцене появится Ира Бровкина, я ее называю так. И я прямо с нетерпением этого жду. Мне интересно, как она покажет себя. Тош! Встречайте Ирина Бровкина. Я... А какая я? Я веселая. Жизнерадостная. Люблю я свою семью. Люблю я лето, дождь. Летний. Море. Очень люблю. Люблю животных. У меня животные есть дома. Собака, кот, рыба. Одноглазая. Люблю я музыку, петь, путешествовать. Не люблю, когда плачут. Не люблю, когда болеют. Не люблю, когда врут. О, здравствуйте. А я красничек беру. Давайте заходите. Пока не улетают. О, вот они все тут. Здравствуйте. Мне зверей не хватает. Тут, как я себе завела ручных. Я когда была совсем маленькая, мне было, по-моему, года четыре, но я это помню, я с бабушкой гуляла в парке. И подошел к ней режиссер кого-то детского фильма и попросил, чтобы меня сняли в этом детском фильме. Ну и мама, конечно, запретила. Я была послушная девочка, мама учительница. Когда я решила, что моя жизнь должна принадлежать мне, ну, мне было уже, наверное, 30. И вот прошло много лет, да, и все-таки свершилось то, что я упала на телесъемку. Честно говоря, не могла себе представить вообще, что я попаду в прямой эфир. Если я пою, я рассказываю историю. Когда человеку рассказываешь о себе в песне, наверное, он это понимает. Вот я честно рассказываю то, что у меня есть. Как вы думаете, что мы должны здесь показать в этой песне? Я думаю, что это скорее характер женский. Где-то, в общем-то, не очень грубый, но достаточно такой, в общем, серьезный. Из факторов это сейчас моя жизнь. Это кусок моей жизни, и я должна его пройти. Если быть откровенны, вы будете смеяться. Я боюсь высоких каблуков. А если я упаду и не встану, что тогда? Это будет замечательная находка в прямом эфире. То есть я буду лежа, буду петь, да? Замечательно. Вас будут ловить, вас будут кружить. На таких высоких каблуках я была последний раз, наверное, лет 25 назад. Есть подруга, которая мне все время говорит, вот если бы ты 20 лет назад, там, или 30 лет назад все это начало, вот тогда был бы толк. А это неправильно. Я считаю, что толк тогда, когда человек созрел. И вот мой пример, доказательство тому, я здесь все-таки. Вот пусть она смотрит и понимает, что это неправильно в таком возрасте плюнуть на себя и ничем не заниматься. Ирына Бровкина 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 Подходите к нам, Ирина, не стесняйтесь. Яка ты красунья, Ирочка. Как мы рады тебя бачите, якая чужая, что ты знамы. Я тоже очень рада. Ирина, вот ни у кого не спрашиваю, вас спрошу. Интересует ли вас мнение жюри? Конечно. Давайте, вот назовите любое имя, и мы спросим у этого человека. Вот только для вас. Юля Юля Это было красиво. Ну вы... Помимо тяжелой музыки, я еще очень люблю джаз. И это прекрасный джазовый стандарт Краймер Рива. Вы были настолько элегантны. Ну, эта красота была и внешне, и внутренне. И пускай боятся, вы конкурент другим участникам сто процентов. Спасибо большое. Костюм, вы снова замрелась. Вам сподобалось? Мне вообще очень симпатична эта участница. Просто симпатична прежде всего как человек. Вообще такой человек парадоксальный. Да, вот женщина, которая поет, ну, не то, что обычно поют женщины в нашей стране, в ее, так сказать, возрасте и статусе. А поет совершенно такую музыку, которую редко услышишь. И прежде всего, мне кажется, и на первом месте у вас это человеческое женское обаяние, которое у вас настолько это теплое, какая-то искрящаяся, лучистая какая-то энергия, которая завораживает, и, может быть, какие-то там огрехи, неогрехи в пении или в выборе репертуара, он у вас достаточно однообразен. Но зато вы это делаете хорошо. Пусть это в какой-то степени однообразно, зато всегда в десятку. Вот, поэтому... Спасибо. Молодец. Дякую. Ну, засыпали, засыпали комплиментами. Сейчас мы узнаем, продолжатся ли комплименты или нет. Антон. Да, да. Ирина, в вашем номере сегодня все было правильно. Я считаю, что в первом эфире важно показать свои сильные стороны. И, как сказал Константин, ваши сильные стороны – это джазовые стандарты, немного однообразные выступления. Но посмотрим, сможете ли вы сохранять интерес зрителя в будущих этапах. И я желаю, чтобы вы прошли дальше, потому что мне и самому интересно понять, чем вы сможете удивить нас. Спасибо. Дякую ему. Андрию. Ну, я тоже очень порадовался и Розова за то, что не испортили опять постановку, а наоборот, как-то украсили это все. Согласен с Костей по поводу некого однообразия, но вы понимаете, я за то, чтобы человек работал в своем жанре, в своем амплуа. Мы раскрасим это и постановками, я думаю, и репертуаром, но мне кажется, это ваша сильная сторона, и ее нужно использовать. Спасибо. Дякую. Ирина, до речи, я хотела запитать, а человек сегодня тут? Да. Я не вижу, правда, не чувствую. Вы чувствуете, что он тут? Я хочу сказать ему дякую за то, что он вас поддерживает сейчас. Я помню, как он трептил, когда вы выступали вперше. Я ему дякую. И дочка тоже здесь. Вы молодцы. Всех позвали своих. Всех привезли. Ну что ж, кроме родных Ирины, хочется сказать всем глядачам, если вам до души спів Ирины, и вы хотите видеть ее, и чути на X-Factor, и надалее, записывайте номеры телефонов, за которыми нужно ее поддерживать. Номер для звонков 0900-901-006, або смс с текстом 06 на номер 766. Нагадую, ведь сегодня и звонки, и смс стоят за стандартным тарифом вашего оператора. И отдать свой голос безкоштовно вы сможете у мобильного додатка «Телепортал». Как это сделать? Просто завантажите его у свой телефон и голосуйте за Ирину. Ирочка, не трептите. Мы вас любим и верим в вас. Это была Ирина Провкина. Ирина Провкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова